Субтитры сделал DimaTorzok 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 И если в начале Россия проигрывала кровавую гонку, лишь изредка демонстрируя клыки, то выход ночного дозора доказал, российское кино может сказать свое самобытное слово. Но порой на свет появляются те, кто пьет кровь создателей фильмов и просто воруют идеи. Они не способны придумать ничего своего. В народе презрительно уродая слово «кровосос» их называют «отсосы». Все начиналось вполне обычно. В первых числах августа 2014 года фонд кино выделял деньги на различного рода кинопроекты. На этом мероприятии некто Вадим Горяинов заявил. Сценарий очень хороший. Никто в тот злополучный день не придал значения его реплике. И только спустя два года стало ясно, какой страшный смысл скрывался за этими словами. Следствие возглавил один из опытнейших оперативников России Толя Постебайло. Меня сразу же удивил главный герой фильма. Согласитесь, ведь нечасто главным героем становится крик. За этим криком я чуть было не упустил улику. Дело в том, что создатели умыкнули шрифты оформления у небезызвестной игры Dishonored, не утруждая себя даже в малейшем изменении. Тогда я еще не знал, что это лишь верхушка айсберга. Главного героя зовут Паша, и он работает курьером. И в последнее время ему снится сон о спасении некой девушки. Ее же он видит на плакатах и в новостях, и по счастливому стечению обстоятельств встречает ее в месте доставки. Это Дана, певица. Хочу у нее автограф взять. Но-но. Здесь каждый что-нибудь хочет. Я, например, хочу быть актером. Бездарная озвучка оказалась ложным следом, который отвлекал следователя от сюжета. Дело в том, что девушка из снов Паши – вампирская княгиня, которая скрывается от своих клыкастых сородичей. Задумайтесь, чтобы скрыться от посторонних глаз, эта вампирша принимает облик известнейшей певицы. Насколько тупорылой надо быть? Первые зацепки привели следователя к тому, что Паша за взятку получает информацию о местонахождении певицы. Эй, не забудь, ты у меня в долгу. Не знаю, звучит как-то по-гейски. Далее поступает информация об антагонистах фильма – злых вампирах, которые ищут княгиню. Они же реализуют целую серию краш чужих идей. Тебе известно, зачем меня разбудили? Педиковатые, хипстоватые кровососы разбудили древнего вампира, который первым делом после пробуждения бросается на голубя, хотя перед ним литры человеческой крови. Что хотели сказать создатели? Что перед нами свирепый вампир? Голубя съел. Охуеть! Ну ты царь. По оперативным данным, после этого голубопийцы поехали к княгине с целью похищения. Не встретив особого сопротивления, вампиры вытащили певицу из номера. Но они не знали одного – создатели, как и девушка, смотрели 13-й район. Первые 15 минут фильма, а уже три жертвы. Преступники чувствовали свою полную безнаказанность и словно стали глумиться, постоянно включая слово «мо» и доводя до изнеможения жертв плагиата. Валим! Бежим! В лифте прибывает команда из агентства, которое борется с вампирами. Сценарная экспертиза постановила, что из лифта вышли дегенераты. Ведь они используют огнестрельное оружие, которое не берет вампиров. После этого за сценаристом была установлена слежка. Нунчаки против вампиров – это гениальность. Гениальность! Кто? До меня до такого не додумывался. Так. Снежок против оборотня. Очевидные вещи приходят только мне на ум. И крестовая отвертка против Грифона. Лучшее оружие. Самое лучшее оружие в кино. Но, как оказалось, сценарист все еще способен был удивить. Между княгиней и Пашей тотчас вспыхивает любовь. Что не сделаешь в желании приманить зрителей на альтернативу «Сумеркам». Ты убил Михала. Ты воин. Паша, я. Ку... Курьер. Я ждала тебя, Паша Курьер. Не особо пафосно, конечно. Но все же лучше, чем если бы он работал проктологом. Тогда найди меня. Что ты делаешь? Стой! Куда ты? Атрюшенька, у какой стурки полетела? В сторону Австралии? Я выпотрошу тебя, как свинье! После случившегося стало понятно. Главный злодей не выглядит страшно и свирепо. Он не внушает опаски, как древний вампир, вроде Дракулы или Виктора из фильма «Другой мир». Но при этом злодей не выглядит молодо, что отметает возможность быть вампиром нового поколения, как в «Блэйде». В «Ночных стражах» вампира вытащили из тематической вечеринки клерков на Хэллоуин. Да и актёр, что уж там, отыгрывает на том же уровне. Впрочем, если не сравнивать с главным героем. Российский институт театрального искусства. Факультет набирает студентов. Телефон. Плюс семь. Четыре девять пять. Шестьсот девяносто. Ну а далее мне удалось выяснить. Во-первых, у Ермольника по сюжету один глаз. И во-вторых... Выслать уборщиков на угол 81-й и Централ Парк Вест. Все в порядке. Мам. А когда мой попал? Я вроде понял. Эта штука стирает воспоминания. Но не могли же они столь нагло плагиатить, подумал унтерпрапорщик и вновь обратился к скрытой камере. Даже если кто-то заметит, что этот гаджет по стиранию памяти я украл из людей в чёрном, я скажу нет. Потому что наш гаджет по стиранию памяти память не стирает. Ха-ха-ха! А-ха-ха! Это показалось мне каким-то бредом. Но сюжет фильма подтвердил запись скрытой камеры. Ведь Паша на следующий день действительно возвращается в тот же отель. Пробирается в тот же номер. Находит браслет Даны, который по какой-то причине забыли убрать. И лишь нелепая случайность в виде караулищего в лифте Ермольника не даёт скрыться. Паша вернулся в этот отель, потому что помнил про него. А Ермольник вернулся, потому что Павел ему нужен. После применения насилия Павла отвозят в неизвестном направлении. Он что нас видит? Он иной. Вы видите то, чего других научили не замечать. Независимо от того, что думает ваш капитан. Мы осуществляем надзор за представителями альтернативной жизни в пределах Москвы. И тут я понял, что поймал их с поличным. Организация, которая скрывается от людей и контролирует поток нелюдей. Попахивает плагиатом, не так ли? Собственно, они этого и не скрывают. Долбанные люди в чёрном? После допроса Ермольник открывает перед новобранцем агентство. Ой, это кадры с потерпевшим. Отличий на самом деле много. Отечественная база куда унылее и печальнее. Мир намного богаче, курьер, чем ты думаешь. Конечно, непосвящённые, ни о чём не подозревают. Оно и к лучшему, все довольные. Мир просто ясен. А эти вчерашние кто? Упыри. Вампиры, что ли? Вампиры. Это в кино. У нас упыри. Вот она, зацепка. Следователь перемотал фильм на несколько минут назад. МИХАЛ! Янку оставь по мне о цели. Получается, создатели родом из Европы. Чуть её не подвело оперативника. У нас режиссёра абсолютно с таким европейским видением кино. Он больше к западу. Режиссёром фильма оказался Эмилис Веливис. Какой же бюджет у фильма, если пригласили снимать литовского Гая Ричи? Их бюджет сопоставим с бюджетом фильма «Ночной дозор». При этом разница между фильмами более десяти лет. По итогу сравнения был сделан неутешительный вывод. Деградируем. Также, в пример, можно привести фильм, который был снят аж в 2010 году. И бюджет у которого был в шесть раз меньше. Фильм этот называется «Земля вампиров». Снят куда лучше, сценарий есть и даже актёры играют. «Ты мне нужен, курьер. Ты рубежник. Кто? Ты избранный. Кто? Могучий джедай. Кто? Ты долбоёб. Кто? Я? Кто?» Ермольник объясняет, что без рубежника, который чует нечисть, команде крышка. Поэтому им жизненно необходим Паша. Стоп! Стоп! Подождите. Я не соглашался ещё. Сори, ну это разводка какая-то. Вампиры, ведьмы, оборотни. Я вот не верю. На героя не подействовал стиратель памяти. При этом он отказался от предложения Ермольника, ссылаясь на то, что не верит в вампиров. Идиотизмом они запутывали следы. Ну а далее, как гром среди ясного неба, создатели копируют целые сцены. Сомневаешься? Подумай хорошенько. Завтра ответишь. Подумай, ответ дашь утром. Смог меня понять, если бы не ты. Если бы не ты. Оперативник тут же командует. Задержать. И как оказалось, не зря. Ведь далее они копируют костюмы. Я должен тебе доверять. Откуда я знал, что вы смотрели фильмы 90-х? Но если я думал, что эти киноделы не смогут привнести ничего своего в концепцию отношений наставника и ученика, то я ошибался. Нападай. Зачем? Тогда защищайся. Они привнесли бессмысленное избиение. В чем смысл? На логичный вопрос стажера наставник отвечает избиением. И это никак ни на что не влияет. Нет, ну а че он? Че он это? Первогодка, душара, шмошник. Меня тоже за что-то в армии били. Становились понятны мотивы сценариста. Но дальнейшее развитие событий повергло в шок даже бывалых следователей по сценарной логике. В тот злополучный день герои выдвинулись на поиски лешего. И так как Паша обладает чуйкой, то он и должен был найти нечистотного. Но он демонстрирует свою полную несостоятельность. И далее по сюжету он ни разу не покажет никаких способностей. Что перечеркивает на корню нужду спецотряда в главном герое. Что убивает смысл всей сюжетной линии. Оперативники не могли прийти в себя. Но внезапно раздалось злосчастное. Верник! По месту жительства ответственного за кастинг тут же была вызвана группа захвата. При задержании подозреваемый оказал жесткое сопротивление. Поэтому пришлось применить оружие. Еще одна зацепка была утеряна. Кого ты испугался? Никого я не боюсь. Ты что считаешь, что это было смешно? По материалам фильма удалось выяснить. Именно так должен выглядеть леший. И кроме невидимости он должен ржать где ни попадя. Верник рассказывает, что первый, кто женит на себе Дану, станет предводителем нежити. Мега сильным князем вампиров. Речь Верника распознавал специальный аппарат. Потому что человек выдержать такой уровень кривляний попросту не способен. День обернется ночью. И вкусит князь коровь Княкини. И обретет силу. День! Героям срочно надо найти княгиню. А ее местоположение знает колдунья по имени Лисица. Откуда она может это знать? Видение. Вещи и сны. Не могли логично оправдать? Да. Лисица создает в голове Паши видение. Да, она... Ты меня не любишь больше? Джентльмен не станет лишать леди приятных иллюзий. И там же визуализируют местонахождение княгини. Но... Но я ничего не понял. Она в твоем сердце. Лишь прислушиваясь к нему, ты сможешь помочь Дане. Главное слушай себе сердце. Слушай свое сердце. Слушай сердце ты, все тогда поймешь. Это уже тянуло на серию штампов. Было ясно. Завелся маньяк-штамповик. Герои к нужному месту и вообще ко всем местам Москвы ездят на спецпоезде метро. А на вооружении отдела по борьбе с нечистью стоят УЗИ. Так, все, срочно нужна психиатрическая экспертиза. Герои находят нужный тоннель и находят княгиню. Но последняя недовольна. Я верила тебе! Ты был мне братом. Я любил тебя. С чего это она вдруг верила Паше? Когда это произошло? Они виделись не больше пяти минут. Если лиса могла показать видение другому, с чего княгиня говорит... Зачем ты их привел? Потому что он ее любит, а она его. Это любовь с первой секунды. Вы кто? Я? Я понятая. Если вы одобряете эту тупость, вы соучастник. Для нее все было кончено. 15 лет строгого просмотра только хороших фильмов. А вот следователь продолжил расследование. Да, но пакуют в вагон, как вдруг... Пять метров, мэнс. Пять метров. Четыре. Да что за черт? О боже. Куда ты, блядь, целишься? Напротив тебя же, ермольник. Я даже не знаю, что хочется больше этому вампиру. Крови или кофе из Старбакса. И, конечно же, в бой опять идут нунчаки с огнестрельным оружием. Ведь до этого они так превосходно уничтожали вампиров. Мы должны были умереть, блядь. Это было божественное вмешательство. Ты знаешь, что такое божественное вмешательство? Божественное вмешательство? Дом при прицеливании жмурит зрячий глаз. Глаз у меня один, но работает как перескоп. Подержи. Завязывается нешуточная потасовка. Спецназовцы тянут время и теряют здоровье, чтобы ермольник успел в слоумо перезарядить свой револьвер, дабы после зарядки взять револьвер задуло и нажать им на тумблер, который опустил шестиствольный пулемет. «Добро пожаловать в Москву!» «Бывает все по свете хорошо, в чем дело сразу не пойдет. А просто летний дождь не дождь, нормально, летний дождь и льдет толпе и спокойно». У следователя в голове крутились вопросы без ответов. По кому так усердно продолжал стрелять ермольник? В чем смысл сцены с пулеметом, если нападает всего парочка противников? Поезд будут ремонтировать на налоге граждан? Зачем была нужна та перезарядка револьвера в слоумо? Почему очередь из пулемета прошила насквозь одного вампира, но не прошила стоящего за ним? Руки, расположенные параллельно друг к другу, защищают от пуль? Зачем он выпустил все патроны? Ведь в вагоне еще оставались враги. По факту беспросветного идиотизма был допрошен свидетель. После кинотеатра я пришел домой и залез в ванну. Я пытался отмыться, но у меня не получалось, хотя я тер-тер себя. А потом мне сказали, что я смыл все улики и уже ничего нельзя сделать. Как мне теперь людям в глаза досмотреть? Они же на меня пальцем будут показывать после того, что произошло. Тем не менее, дело нельзя было оставлять нераскрытым. Напыщенный главарь вампиров двигается к Ермольнику. Все действия отсоса так медлительны, что поезд успевает подъехать к выходу из тоннеля. Хотя, судя по способностям, продемонстрированным ранее, он бы весь поезд успел вырезать за то время, пока делал губы уточкой. Если так свисти губы, вампир кажется симпатичным. Или что? Если голубей нет, то и стараться не надо. В итоге он бросает сестру на растерзание солнцу, после чего собирает новую команду и совершает очередное безжалостное нападение на зрение и уши зрителей. Черт, иди. Черт, иди. Прячь.